Настоящие смельчаки среди нас. Ученица Томилинской школы номер 14 Маша Неанилина спасла жизнь тонущей девочке. За мужественный поступок она получила награду от губернатора Московской области в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». С восьмиклассницей, которой не понаслышке знакомы слова мужества и храбрость, пообщался наш корреспондент. Никто и подумать не мог, что 14-летняя Маша окажется настоящей героиней. Одноклассники о ее храбром поступке узнали только сейчас, спустя полгода. Летом, отдыхая на речке, Маша случайно увидела, как маленькую девочку течением уносит от берега. Вижу, как она начинает кричать, что помогите, и начинает погружаться в воду. Я сначала вошла в ступор, и я думала, что здесь делать, и просто как вот. Но не растерявшись, Маша бросилась к девочке на помощь. Сквозь все, сквозь камыши и собственный страх. Она от испока начала лезть на меня. Я пыталась ногой нащупать берег, думала, там не слишком глубоко. Но оказалось, что там был ил, и он начал засасывать меня. И получается, я начала тоже сама погружаться. Но потом я ей сказала, успокойся, взяла ее на спину и начала плодить к берегу. В подобной ситуации сложно не растеряться. Маша до сих пор не может понять, как все произошло. Вот это начинается адреналин. Когда ты не понимаешь, как я это сделала. Этот момент, это прямо, мне кажется, навсегда я запомню. На ее месте я бы немножко даже растерялась, позвала взрослых для начала. Поэтому я считаю, что Маша очень достойна уважения, и не зря к ней в классе все-таки относятся так хорошо. Помимо учебы в школе, Маша играет на фортепиано и поет. В свободное время любит кататься с друзьями на коньках. За отвагу и решительность она стала участницей гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», где получила награду из рук губернатора Андрея Воробьева. В Совете Федерации сложилась добрая традиция, очень важная и почетная. Это награждение молодых героев. Дети, которые, казалось бы, еще очень далеки от взрослой жизни, совершают мужественные и важные поступки. Как вести себя в экстремальных ситуациях, Машу учит ее папа. Сейчас она всерьез задумывается об учебе в МЧС, чтобы и дальше спасать людей. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапшева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.